С корзинками фруктов и букетами полевых цветов. С самого утра верующие спешат в храмы города, дабы осветить дары природы в честь большого православного праздника преображения Господня. Это второй праздник из цикла, который приходится на период Успенского поста. Тут яблоко, виноград, мед, естественно. Покоимся. По чуть-чуть. Будем праздновать. Может, аж таки пожарим. Соберемся с семьей и посидим. Большой праздник. Надеемся, что все будет хорошо. Молимся за родных, за Украину, за солдат, за ребят, те, что воюют, за всех нас. Хотим поставить свечки, пожелать здоровья всем нам. Традиционно праздничное торжество прошло и в храме святой мученицы Татьяны на четвертой станции Большого фонтана. Верующие приносили к студенческому храму праздничные корзинки, где настоятель окропил прихожан святой водой и поздравил со светлым праздником преображения Господня. Уже много лет мы сюда, вот как стало здесь церковь, мы сюда все время ходим. Намоленный храм, приятные батюшки, приятно сюда приходить. Просто в любой день захожу, просто так постоять, вспомнить всех родных. И свечечки поставить за здравие, за упокой. Приятно сюда приходить. В этот день верующий вспоминает евангельское событие, когда апостолы увидели Иисуса Христа в преображении. Согласно священному писанию, Иисус вместо со своими учениками поднялся на гору Фавор и принялся молиться. В тот же миг его облик преобразился. Лицо просияло, тело и одежду залил божественный свет. Увидев это, апостолы наполнились небывалым блаженством. Так Господь показал людям, какое состояние обретет мир с воскресением Креста. В знак благодарности люди стали приносить в храмы виноград и яблоки. Часть плодов было принято освящать. Фрукты символизируют духовную сладость, которую ощутили ученики Креста в момент его преображения. Отсюда и пошло второе народное название праздника – Яблочный Спас. Но, конечно же, в этот день особенно нужно помнить о главной составляющей сегодняшнего торжества. Это свет Божества Христова. Это та благодать, та радость, чистоты, любви, которую Он нам дает. И вот вся радость сегодняшнего дня, вот это освящение, святая вода, виноград, все вкусности, мед, который до сих пор еще приносит. Это все свидетельствует, конечно же, о том, что мы должны быть наполненными вот этой любви, света и радости, которые нам дает Господь. И вот тогда вся наша жизнь, она будет вот такой радостной, как эти плоды, которые сегодня мы освящаем. Пусть Господь всех нас благословит своей любовью, благодатью, крепким здоровьем, мира в семьях, в стране нашей. И пускай, конечно же, радость пребудет всегда. Анастасия Пивоварчук, Герасим Алисенков, телеканал Репортер.